Армянская сторона продолжает осуществлять провокации, веря в скорую победу в новой войне, которая не принесет для них ничего хорошего. Баку многократно призывал к миру, однако каждый раз противоположная сторона прибегает к провокациям, аннулируя все достижения в мирном процессе. Пусть армяне хорошо подумают, готовы ли они к новым боевым действиям. Сегодня мы предлагаем им то, что завтра они будут просить, но уже не получат. Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Хангенды-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями азербайджанской армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь. В результате армянской провокации погибли двое военнослужащих азербайджанской армии. Азербайджанская сторона довела до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме. Единственной автомобильной дорогой, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом Азербайджана и Республикой Армения, является дорога Хангенды-Лачин. Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана, говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с очередной провокацией Армении. Подобный акт агрессии и провокации демонстрирует, что Армения не отказалась от оккупационной политики в отношении Азербайджана, что взгляды Армении на мирную повестку дня – ничто иное, как лицемерие, и что Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе. Эти действия еще раз доказывают необходимость применения пограничного контрольно-пропускного режима между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В целях предотвращения подобных военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения положения трехстороннего заявления прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов личного состава и мин из Армении. Вся ответственность за эскалацию ситуации в регионе ложится на армянскую сторону, добавили в министерстве. Армения просто пытается выиграть время, чтобы отомстить за проигрыш в войне, написал в твиттере представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусинзаде. По его словам, доказательством этому является несоблюдение Армении трехстороннего заявления, имитация мирных переговоров, а также поддержка Армении незаконных военных формирований в Карабахе. Как пишет ресурс Калибер, армянская сторона утверждает, что их сотрудники паспортного стола по каким-то неизвестным причинам ехали с Ханкенды в сторону Армении по объездной грунтовой дороге. Более того, они были вооружены, что безыспешно пытался заретушировать в атошопе сепаратист Артак Бегларян. Что они собирались там на границе делать? Паспорта раздавать и визы штамповать? И это в условиях якобы заблокированной Лачинской дороги? Очевидная нестыковка. Далее, армянская сторона выкатывает видеоинцидента, однако сам момент боестолкновения наших военных и паспортистов аккуратно вырезан. Таким образом, косвенно подтверждается версия азербайджанской стороны о том, что огонь открыли с армянской стороны, и этого решили не показывать, указывает ресурс. На кадрах, распространенных ресурсом Калибер, можно увидеть, что переброска осуществляется круглосуточно, причем движение транспорта наблюдается в обоих направлениях. Согласно трехстороннему заявлению, единственной дорогой для связи Армении и Карабахского региона Азербайджана является Лачинская дорога, и служить она должна для переброски грузов гражданского назначения и мирных граждан. Поэтому Баку и обязался гарантировать безопасность сообщения по данной дороге, пишет ресурс. Как отмечает политолог Фархад Мамедов, о наличии этих дорог азербайджанская сторона знала. После таяния снегов ей начали пользоваться больше. По его словам, данная территория входит в зону временной ответственности РМК. То, что там приезжают военнослужащие Армении и встречают военнослужащих Азербайджана, демонстрирует, что миротворцы полностью потеряли контроль над ситуацией. Потери с азербайджанской стороны должны привести к ответной реакции, а именно уничтожению военной инфраструктуры остатков вооруженных сил Армении в Карабахе, указывает он. По мнению эксперта, переговоры с армянами Карабаха, похоже, придется отложить, или же встретиться и открыто высказать ультиматум о разоружении. Главное требование Азербайджана о выводе остатков ВС Армении из Карабаха не исполняется. Россия заявляет, что у нее нет функции по разоружению и выводу, и направляет стрелки на руководство Армении. То есть использует отсутствие мандата в оправдании своей бездеятельности. Однако нынешняя скалация случилась в пяти километрах от зоны временной ответственности. То есть здесь уже не отвертеться. Поэтому армяне и замазывали оружие на фотографиях с трупами армянских военнослужащих, отмечает он. Депутат Мили-Меджлиса Расим Узабеков же заявил, что после событий 5 марта актуальным стал не только вопрос создания КПП на Лачинской дороге, но и осуществление полного военного контроля Азербайджана над всей территорией. Туда легко можно было два БТР вывезти или один танк поставить и на этом закрыть всю дорогу. Мы этого не делаем. Но в то же самое время, значит, под прикрытием РМК шастают там вооруженные армяне. И РМК делает вид, что они как бы тут ни при чем. Нет, они при чем. И я думаю, что, как говорится, и с ними будет соответствующий разговор. Как отмечает политолог Ильгар Велизаде в Facebook, не случайен тот факт, что армяне прибегли к провокации в дни, когда спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойва Клаар совершал визит в регион. Армяне решили устроить провокацию и через щель в Лачинском маршруте провести в Карабахский регион нашей страны оружие, мины и прочие средства для усиления вооруженного противостояния с ВС Азербайджана. Времена меняются, а методы оставляют желать лучшего. Как намечается что-то важное и событийное, актуализируется заплесневелый сценарий из далекого прошлого, и все спускается на тормозах. Одна лишь разница – сегодня не 2018-й и тем более не 1992-й годы. Неплохо бы иногда в календарь поглядывать, указывает он. В ходе визита в регион спецпредставитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойва Клаар указал, что данный инцидент свидетельствует о необходимости продвижения переговоров. Между тем, в СМИ распространились кадры переброски оружия, боеприпасов и топлива из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана по грунтовой объездной дороге, где произошли боестолкновения. Российский политолог Сергей Марков отмечает, что азербайджанский экологический пост на дороге Улачина не позволяет Армении перебрасывать вооружение в Карабах, поэтому Ереван прибегает к другой дороге. По соглашению от 10 ноября 2020 года Армения не имеет права пользоваться другими дорогами, не имеет права иметь своих воинов в Карабахе, поэтому Азербайджан остановил машину с оружием из Армении в Карабах, указывает он. По его словам, теперь Азербайджан будет требовать установления полноценного военного таможенного поста на этой дороге и, видимо, усилит свои войска, чтобы блокировать переброску войск и вооружений по другим дорогам. Со своей стороны, главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Бону заявил в Баку, что в Вашингтоне понимает интересы безопасности Азербайджана на Лачинской дороге. Он напомнил, что государственный секретарь США Энтони Блинген выразил в Мюнхене свою позицию по ситуации вокруг Лачинской дороги. По его словам, США выступают за установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном. США не играет роль посредника в мирном процессе. Наша роль в основном заключается в содействии этому процессу. Для того, чтобы мирное соглашение было устойчивым, прочным, оно должно исходить от сторон, а не от США или кого-то еще, заявил главный советник. Бона отметил, что ему известна позиция президента Азербайджана Ильха Малиева по поводу Минской группы ОБСЕ. При этом для США важно, чтобы Азербайджан и Армения контактировали вне зависимости от формата посредничества. В самом армянском обществе же усиливаются тенденции к усталости и призывы к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Армянский блогер Давид пишет, что Баку никогда не согласится на автономию для армянской общины Карабаха. Азербайджану это даром не надо – создавать внутри себя чужеродный анклав, который неизвестно, чьи военные базы установят у себя и как будет эксплуатировать армяно-азербайджанскую ненависть. Даже Ереван сто раз подумает, прежде чем стать нейтральным к таким процессам. Я уже не говорю про их поддержку, пишет он. Блогер призывает не слушать ястребов, рассказывающих про шансы получить независимость. Никто не позволит, даже Ереван, потому что никому не нужен весь последующий, связанный с этим геморрой, межнациональная истерия и постоянная эскалация ненависти. Это противоречит национальным интересам всех стран региона. Кстати, про автономию. Это также противоречит национальным интересам Грузии. И она тоже предпримет шаги, чтобы не допускать, указывает он. Блогер отмечает, что есть только два варианта. Либо сразу согласиться на паспорта, либо ждать стечения обстоятельств. Стоимость ожидания, как вы понимаете, предельно дорогостоящие. Тысячи уезжающих семей, спад экономики, постоянные угрозы безопасности и все остальное, констатирует он. Другой армянский блогер Роман Багдасарян указывает, что следующая война в Карабахе продлится 24 часа. И на этом все будет кончено. Он призывает армян к налаживанию отношений с турками и азербайджанцами. Если начнется война в Карабахе, вот это я говорю открыто, меня зовут Рома Багдасарян, боевые действия будут длиться ровно 24 часа. Через 24 часа не будет ни одного живого парня, и все женщины останутся без своих домов и квартир. Вы этого хотите? Причем позиции армянских экспертов, блогеров разнятся в зависимости от того, из какой страны делается то или иное заявление. Например, пропагандист армянского происхождения Семен Багдасаров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» акцентирует внимание на попытке Запада заключить соглашение. По сути, Запад продолжает наращивать свое давление на два известных южнокавказских государства с целью заключения соглашения по их схеме и усилению своего присутствия. Как принято говорить на полях Мюнскенской конференции, Блинкель встречался и с руководителем одной страны, и с другой стороны. Сейчас на границе Армении и Азербайджан направлена миссия Евросоюза 100 наблюдателей каких-то там от разных европейских стран и так далее. В общем, процесс идет вот такого плана. К сожалению, это прогноз оправдывается, о котором мы много раз говорили, о том, что надо очень внимательно смотреть, кто находится у власти в той же Армении. У нас была тут эйфория, что это наш пацан, но это не наш пацан был с самого начала. Последняя провокация подтверждает, что армянские реваншисты не отказываются от притязаний на азербайджанские земли и преднамеренно затягивают подписание мирного соглашения. Однако существуют и те, кто осознает опасность такой политики и понимает, что она не приведет ни к чему хорошему для армянской общины, проживающей в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова